так ждем пока все присоединятся я опоздала на пять минут потому что немного тут настраивала эфир у меня сначала хотел вертикально меня снимать а я все-таки хочу горизонтально поэтому ждем пока люди опять попробуют зайти на эфир и тогда начнем когда уже человек 10 будет мы тогда начнем всем добрый день да здравствуйте я сегодня с микрофоном напишите пожалуйста как меня слышно потому что последние два эфира но по крайней мере в записи они были тихие реально тихие я сама это потом отметила хочу сегодня попробовать с микрофоном вот как меня слышно попробуем с микрофоном хорошо хорошо значит будем дальше если микрофон будет шебуршать мало ли что то вы мне там пишите ну вроде бы вот в этих наушниках он так сделан что он не шебуршит на шее ну что отлично отлично нас уже 25 человек да и прошу прощения за опоздание на 5-7 минут потому что настраивала камеру правильно она хотела меня показывать вот так а я хотела вот так ну пришлось там перезапустить эфир значит с чего мы начнем сегодня у нас тема чем вы фоните имеется ввиду какой фон идет от человека то есть у нас такой психотерапевтический эфир когда у вас есть возможность чтобы я с вами поработала немного это буквально там 3-4 минуты с каждым человеком почувствовала ваши ресурсы если это получится либо затыки как говорится ли проблемы и какие-то исцеляющие фразы может быть просто скажу какой фон идет то есть буду ориентироваться что мне подсказывает интуиция и в общем с каждым человеком получится поработать индивидуально значит в описании к этому эфиру я добавила свой телеграм-канал когда я делаю анонс о прямом эфире то вот ну под тем постом в телеге где я пишу когда будет эфир так как я открыла комментарии там можно писать свои вопросы и запросы один кстати эфир мы уже в телеграме провели он был в аудио формате но в общем то мне очень понравилось ну и я даже решила что я его так и оставлю в аудио формате я не буду делать видео мне как бы понравилось кому-то зашло без видео вот и тогда и вы там можете писать свои запросы сегодня я их буду зачитывать там у меня есть несколько вопросов из телеграма и я значит с них начну и только потом перейду к тому что мне сейчас пишут в чате и так сегодня у нас что с чем мы еще как мои помощники это мои карточки с моими техниками онлайн имеется ввиду в моем онлайн магазине психологически ссылку я написала в описании есть техники их там 10 штук я их буду вытаскивать если почувствую что какую-то технику или техники надо человеку порекомендовать я как метафорическую карту интуитивно буду вытаскивать вам говорить значит там пока что возможно оплата только через карточку выпущенную в рф потому что все техники они записаны на google диски но они находятся на платформе робомаркет и там пока возможно только такая оплата поэтому если вы за границей вы не сможете их оплатить и так и у меня две колоды карт сегодня обычно я очень люблю кто со мной завсегда тайна эфире вы знаете я что я люблю колоду оша но сегодня интуиция мне сказала что будет другие колоды будет колода вот такая послание ангелов и до послание вашего ангела-хранителя она так называется и вот эта колода это татьяна мужицкая колода она такая бывает даже матерок здесь попадается но в общем почему-то интуиция сказала вот что надо взять эти две колоды поэтому сегодня мы без оша будем обходиться без ну не без него вы понимаете да без этих метафорических карт вот это только если мне понадобится какая-нибудь подсказка ну что друзья поехали а ну естественно если вы чувствуете что вас могут не успеть посмотреть но с вами поработать на этом эфире присылайте доната я в описании поставила вот я уже вижу что донат первый пришел 500 рублей на карту сбер и тогда вас точно в этом эфире мы я посмотрю вот видите опять оговорчик по фрейду мы все время говорю мы я всегда думаю вот кто мы вот кто мы даже интересно да я же здесь вроде бы одна но говорю что мы первый человек я сейчас посмотрю его быстренько это моя клиентка она меня попросила посмотреть чем она сейчас фонит моя постоянная клиентка поэтому я делаю исключение и начинаю с нее и так смотрю образ мне даже нет смысла называть ее имя она знает что я ее буду первой смотреть и мы посмотрим чем она фонит потому что она уже несколько месяца два три не было у меня и ну посмотрим какая там динамика так динамика значит я вижу фигуру темного цвета она она скорее темная нежели светлая о чем говорит темный цвет темный цвет говорит либо о легкой депрессии либо о негативных чувств которые еще в человеке живут либо ну некого очень негативные чувства вот так туда может много что входить и фигура стоит ко мне спиной я вижу спиной сейчас я посмотрю какой фон отсюда идет человек считает что будущее неясно сама она будущее свое нарисовать пока никак точно для самой себя не может и из-за того что она считает что будущее неясно и может быть даже она не верит в какое-то светлое будущее а может быть она его и не хочет может быть на вообще ничего не разобралась чего она конкретно хочет от самой себя прежде всего то получается фигура как просто в таком это не замирание это как остановка остановка к своему же вопросу она повернута спиной но правда когда я начинаю вот это ей говорить она начинает вот так оборачиваться то есть на уже поворачивают голову а до этого вообще просто вот была отвернута это значит не от меня отвернута от того запроса с которым она обратилась на самом деле видите то есть у есть внутренний конфликт на самом деле я хочу того-то того-то а фигура показывает а что есть внутренняя часть которая не хочет этого все вот мы уже находимся в тупике движение вперед нет пока не будет решен внутренний конфликт и для решения этого внутреннего конфликта сейчас попробую задать либо вопрос либо найти исцеляющую фразу когда ты будешь уже вставать и делать что-то для себя когда ты будешь уже вставать и делать что-то для себя для себя любимый а не для кого-то и не для пустого пространства и не для стены на которую ты смотришь в той квартире или доме где ты находишься как будто бы вот она смотрит в никуда в пустоту вот вот как я смотрю на стену но я на стену смотрю потому что я там образ мне легче увидеть на пустой стене а она смотрит как бы могут просто как знаете вот втыкает человек вот и все и поэтому я спрашиваю когда ты уже встанешь и начнешь делать что-то для себя любимый когда этот день придет когда этот день настанет ну и вот сейчас она если смотрит этот эфир или посмотрит его в записи какой приходит ответ вот прислушивайтесь к своему ответу смотрите как тело реагирует сейчас на этот вопрос что вообще ну как она может сжалась а может наоборот расслабилась может замерла а может еще что-то да я сейчас посмотрю что я вижу она как будто отворачивается но там она улыбается улыбается и отворачивается все зависит от тебя все зависит от тебя ни от кого больше не жди нет ни от кого что что-то зависит все зависит от тебя нет вот тот человек о котором ты думаешь от него не зависит что зависит от тебя либо ты хозяйка своей судьбы либо ты тень на собственной стене все тебя как будто нет ты есть но в общем тебя мир тебя не знает не видит ты невидимка вот 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 все вот здесь вот нужно принимать кардинальное решение дальше сдвига не будет то есть никто не будет уговаривать никто не будет жалеть никто не будет подталкивать никто не будет подсовывать подсказки никто не будет указывать путь она должна сама она взрослая она взрослая она должна сама и тогда только вот этот ручеек ее потечет он найдет вот этот русло как сказать ну вот он найдет куда течь дальше он пока стоит, он застыл, в стойло, он уперся во что-то и стоит ее ручеек жизни. А ей надо дальше дорожку себе протаривать, искать, чтобы вода не была застойная, чтобы вода была как родниковая. Вот пока я на этом остановлюсь, потому что здесь единственное, что чуть-чуть посветлела фигура, она посветлела, да, вот она белым начинает отдавать. Она то черная, то белая, то черная, то белая. Сильный пока внутренний конфликт, либо неуверенность в себе, либо я даже не скажу, что это неуверенность в себе, это неумение себя чем-то занять. Неумение себя чем-то занять. Там надо именно определиться, чем я займусь. Все, хорошо. Идем дальше. Теперь мы берем несколько вопросов, ну не несколько, а все, которые мне задали в Телеграм. А потом перейдем к донатам. У нас, как говорится, все по этому, по графику. Поехали. Так, значит, в Телеграм, как сказать, пользователь называется СК, да, две буквы. СК, меня, меня, пожалуйста, имеется в виду, посмотрите. Значит, пользователь СК, тут, ну, я, к сожалению, не знаю, но думаю, что это женщина. Вот, хорошо бы вот, да, когда, если нету полного имени в Телеграме, не написано, лучше бы писать, например, под постом, что вот там, допустим, мое имя, да, чтобы я хоть понимала, это женщина или кто. И можно возраст даже написать, там, например, Света 45, ну, к примеру. Будет понятно. Ну, ладно, мы попробуем, потому что моя задача, ну, правильно увидеть, ну, не что-то там, не туда попасть, а мне надо попасть, куда надо. Все, вот пользователь СК, который написал, меня, меня, пожалуйста. Потому что она первая написала, поэтому мы ее и смотрим. В виде прямоугольника сейчас пришла пока, прямоугольная форма такая, как будто бы тоже спиной. Ну, то есть это не очертание, ну, это человек, но он просто пока с какими-то острыми углами, немножко как прямоугольник. Ну, как шкафчик такой, вот так получается. Такой, ну, длинненький, худенький, но шкафчик. Все, смотрю фон. Ну, не смотрю даже, а смотрю, это имеется в виду, я чувствую, чувствую фон. Фон закрытый, как будто сейчас, ну, в данный момент человек от меня закрыт. Может быть, человек не во всех моментах закрыт, но вот в данном случае. То ли по тому запросу, который человек имел в виду, то ли сейчас. Вот он закрыт. Он вообще, вот он как вот ящик закрытый, как, ну, как это назвать, ну, в общем, все, это типа такого сейфика. Никакого фона из-за этого нет, потому что там, ну, условно, человек в футляре. Никакого фона, никакого запроса я оттуда не чувствую. Ни движения, ничего. Все замерло вообще вот сейчас, просто все замерло. Чтобы вот даже не шелохнуться, чтобы я ничего не почувствовала. Поэтому пока мы на этом останавливаемся, нету никаких пока движений. Значит, либо человек не решил точно, чего он хочет, ну, в каком плане надо смотреть, что именно, ну, вообще, для чего вообще все это нужно, там, ей или ему. Либо вот просто вот такая динамика. То есть человек фонит закрытостью, как вот шкафчик, закрытый на ключик, и там тишина, чтобы только никто ничего не понял, не увидел, не услышал, не заметил. В общем, такой человек прямо в закрытом футляре. Хорошо, идем дальше. Да, я донаты вижу, они пришли, я к ним сейчас перейду. Друзья, у нас уже 70 человек, и всего 15 лайков. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, когда эфир будет в записи, его больше людей, ну, он большим людям будет рекомендован. Спасибо заранее вам большое. Так. Здравствуйте, Наталья. Это Лариса пишет в Телеграме. 40 лет, не могу найти подходящего мужчину, кому я нравлюсь. Те не нравятся мне. А, ну, кому я нравлюсь, те не нравятся мне, кто мне симпатичен, тому я не подхожу. Да, хотя женщина вот на аватарке очень приятная, очень приятная, блондинистая, и как бы вот непонятно, да, почему, что не так. 40 лет женщине, еще в самом соку. В самом соку. Не могу найти, что? Так, значит, не могу найти подходящего, кому я нравлюсь. Ну, в общем, самого вопроса нет, ну, я так понимаю, надо посмотреть фон этого вопроса. Все, я представляю перед собой Ларису и ее образ в контексте заданного вопроса. Сразу, как только образ приходит, он ближе к светлому, он светлый, он почему-то пухлый, я не знаю, он как овальчик, как овальчик такой, не сильно, но вот овальчик. Это может говорить либо, ладно, я потом скажу, о чем это говорит сейчас. Это не о фигуре, это речь не о фигуре, потому что мы здесь смотрим эмоциональный фон. Мягкие такие, если вот предыдущий был образ, да, вот у человека под псевдонимом СК, там были углы острые. Это говорит о неком таком, ну, понимаете, это как острые углы, а здесь мягкое все, мягкое, обволакивающее. Скорее всего, этот человек мягкий, возможно, ранимый, возможно, не очень такой вот умеет себя проявить. Ну, в общем, сплошная мягкость вот здесь, вот так я скажу, да, потому что вот мы смотрим, например, треугольник, прямоугольник, это более такие фигуры, ну, я не знаю, как их называются, в общем, с острыми углами, да, а круг и овал, это что-то очень обтекаемое, мягенькое такое. Вот, и что я хочу сказать, да, как только появилась фигура, идет слово бабушка, 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 поэтому там надо смотреть, что такая за динамика в вашей жизни, Лариса, связанная с бабушкой вашей, с какой бабушкой, почему, может, вы с ней росли, может, вы на нее похожи, может, какие-то жизненные сценарии оттуда переняли, может, как-то вас воспитывали, ну, в общем, что там такое с бабушкой. Этот овал, он с другой стороны, ее защищает, она закрыта с помощью него. Это тоже своего рода капсула, только овальная. Ноги, руки видны, голова видна, а вот так вот, ну, туловище и чуть-чуть захватывает подбородок, чуть-чуть ноги захватывает овал. То есть вот она не вся закрыта в капсулу, а на, там, была на 80%, я так скажу. И теперь я попробую почувствовать, ну, поняли, в общем, там надо разбираться, что-то связанное с бабушкой, и это как-то связано с отношениями с мужчинами. Ну, сейчас посмотрю еще что. Да. Мне почему-то туда нельзя. Если я представляю, что я мужчина, то мне почему-то туда нельзя, к ней, к Ларисе. Мне почему-то к ней нельзя. У меня к ней нет доступа. Она вот этим овалом, это защитная какая-то у нее, защитный скафандр такой. Она вроде такая мягкая, все, но она говорит, ко мне нельзя, извините. Вот так вот она, такой фон. Вот и вся история. Поэтому обязательно будут попадаться те, кто вам не нравится, вы будете нравиться тем, кому вы не нравитесь. Это будет обязательно, потому что стоит такой щит, который говорит программа на то, чтобы не быть любимой, не быть замеченной и быть разочарованный. Вот. Все. Вот надо с этой программой, хотите, приходите ко мне, хотите еще кого-то найдите. Вас надо расколдовывать именно исходя из этой программы. Пока на этом останавливаемся. Лариса, идем к следующему вопросу. Идем к следующему вопросу. Следующий вопрос. Говорили, я не могу, и все. Их слушали, а мне постоянно доказывали, что я должна работать в вечер. То есть, как удобно им. Дети мои выросли и не нуждаются. Это когда я привела довод, что не хочу работать в вечер и ночь, так как у меня сын младший школьник, и ему с некоторым напряжением дается программа в этом году. Сейчас ищу новую работу. На что обратить внимание, чтобы предотвратить такие случаи, какие мои качества притягивают это отношение. Смотрим образ Вероники. Образ идет нагроможденный сверху на плечи и немножечко на затылок. Есть нагромождение. Это как обязаловка какая-то. Обязанность быть удобной, обязанность быть молчаливой, податливой и устойчивой, несмотря на этот груз. Эта программа, естественно, она до этой работы у вас была записана, поэтому так получается, что они считают, что с вами так можно. дедушка почему-то идет, дед, дед какой. Подумайте, что у вас, с каким дедом у вас что связано. И если подобрать фразу или вопрос, ну, я так скажу, ты можешь быть счастливой. Ты, Вероника, можешь быть счастливой. Высшие силы тебе передают, что ты можешь быть счастливой. На это дано добро свыше. Давно уже. Давненько дано добро. Давненько. Просто ты им еще не воспользовалась. Вот. Может быть, после вот этого воспользуешься. После вот сейчас, когда ты об этом узнала. Воспользуйся этим в любой момент. И пользуйся потом этим каждый день. Этим разрешением на счастье. И мы все, все тебя одобряем. Все. 67 человек, которые сейчас в эфире. Вся групповая вот динамика, каждый человечек тебя одобряет и тебе посылает лучи добра, солнца, света, уверенности в себе. И ты можешь быть счастливой. Мы прям энергетически подключаемся к тому, вот к твоему счастью, которое в тебе сейчас запустится. Мы просто поможем его усилить и запустить. Как искру зажечь. Да. И спасибо тебе, что ты есть. Спасибо тебе, что ты есть. Образ сейчас начинает весь плыть, трансформироваться. Он такой то серый, то чуть-чуть в черноту, то опять светло-серый. То есть там сейчас идет такая динамика прям пошла кипучая внутри. Да. И мы все наблюдаем за твоим счастьем. Мы все наблюдаем за твоим счастьем. И радуемся, естественно. Мы радуемся. А как же? Мы еще и поддерживаем пламя этого счастья. Ну все, вот динамика пошла. Два-три дня она у вас еще будет, трансформация будет идти. Все. Как говорится, погнали, чтобы нам все успеть. Так. Маша, Мариша. Это из Телеграма. Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Как отказать человеку в гостеприимстве? В данном случае свекровь. С ребенком она не играет, не общается. Ее интересуют только долгие прогулки и бесконечные разговоры об одном и том же. а конкретно она устраивает нам расспросы про нашу жизнь, как чек-лист отрабатывает. Сменить пластинку не получается, рвется в гости. Мы в другом городе совершенно нет желания ее принимать. Так, значит, как отказать, да? Ну, давайте посмотрим, чем фонит Маша в контексте этого заданного вопроса. Что она вообще может сделать в этой ситуации? Да. Маша и свекровь у меня внутри, и я сразу вспомнила Маша и медведь. Маша и медведь. Так. Значит, мне идет следующее, что сама Маша выглядит достаточно угрожающе. Сама Маша, в общем-то, может быть таким, ну, она как в медвежьей шкуре, сама Маша-то, на самом деле. как, знаете, в спектакле действительно накидывают шкуру, да, на человека, и он играет медведя. Я вот такой образ вижу. То есть, сама Маша, она сама как медведь. И тогда вопрос, почему она не может что-то здесь сделать и сама придумать, если она такая, ну, в общем-то, непростая, непростая, неробкого десятка. Ну, она говорит, неудобно, неудобно. Неудобно ставить человека на место, там, или указывать ему место. Неудобно. Ну, давайте тогда я еще рядом поставлю ее свекровь и посмотрим, ну, возможно ли вообще как-то вот удобненько разрулить эту ситуацию, да, не все ситуации можно разрулить удобненько. Иногда приходится конфликтовать. Ну, будем смотреть. Очень активная такая свекровь. Какая-то живая, движется, движется, какая-то фигура такая. А Маша к ней спиной в медвежьей шкуре. Прямо вот все, вот у нее вот здесь медвежья голова, там шкура, и она вот повернута от свекрови спиной, а ко мне как бы боком. А свекровь смотрит в мою сторону, в Машину, она такая вообще очень живенькая такая. Она светлая, и она похожа вот по консистенции на как медуза, и вот только человек как медуза, и вот так вот вся, понимаете, да, вот дребезжит. то есть что я вижу? Я вижу абсолютно людей из двух разных миров. то есть вы с одного мира, это понятно, с планеты Земля, но это люди, состоящие, ну, они разные по всем параметрам, по характеру, по ценностям, по целям, по вибрациям, которые от них исходят. и у них просто вот не может быть одних интересов. Они ну вот просто вот как земля и небо вот условно, да, медведь и медуза, вот давайте вот, где эти животные могут соприкоснуться. Трудно себе правда представить, но вот вот здесь такая же история, поэтому я вижу пока только такой выход, какой-то игнор со стороны Маши. Вот она игнорит, она и сейчас игнорит, ну и надо игнорить дальше, надо игнорить активнее. Я просто не вижу другого способа. Свекровь, она не поймет по-другому, она не понимает, она как будто даже на другом языке разговаривает тут условно. Игнорировать, уходить вот в себя, прятаться за этой шкурой медведя и дальше жить. Ну и все, подберу сейчас фразу, если она придет. О, Господи. Мне идет, знаете, песня, такая, не уходи, еще не спета столько песен, еще звенит в гитаре каждая струна. То есть Маша собирается уходить, а фон такой от пары, как будто бы вот кто-то из них поет, не уходи. Боже, какая прелесть. Совет вам да любовь, прям хочется сказать. Ну не знаю, Машенька, не знаю, вот понимаешь, ну вот такая история. я не вижу ее темным человеком, я ее вижу какой-то светлый, как вот цвет медузы, просто она другая. Ну как это понять и простить, да, вот как говорят. Хорошо, идем дальше. Сейчас. Здесь совсем осталось немножко, ребята, я перейду к донатам. Так, Ирина Шостакова, мне 45, замужем не была, хочу познакомиться для отношений. Знакомлюсь на сайте, но результата нет. Что мешает мне создать отношения с подходящим мужчиной? Ну, познакомиться. Брала 5 сессий с психологом, не помогло, к сожалению. Так, хорошо, значит, Ирина 45, отношений не было, что мешает. Смотрим. Напряжение. Я вижу фигуру, она напряжена, она фактически, это прям женская фигура, такая, ну, тоненькая, стройная, как статуэточка, но в плечах я вижу угловатость, это тоже говорит о некой защите такой, то есть, что человек защищается этими углами, и он напряжен, это фактически деревянная статуэтка, то есть, если я ее буду трогать, ну, она вот, она каменная, очень-очень плотная, такое напряжение. И в контексте темы мы смотрим, да, поэтому, представляете, да, если подходит сюда мужчина, он ее просто не замечает, это как столб, серьезно говорю, вот это столб, или какая-то деревянное изваяние, может быть, вот деревянное зодчество, стоит какая-то фигура из дерева вырезанная, то есть, вот такой фон, и поэтому, ну, он постоял рядом с фигурой, покурил, вот, там, в мусорку окурочек выкинул, там, пошел дальше, потому что он не понял, что он стоит рядом с живым человеком. Ну, и теперь давайте посмотрим, в чем причина. Страх. Там есть страх, он такой очень мощный. Я бы, знаете, назвалась такое понятие психологии, генерализован страх, то есть, он прям, прям страх. И, то есть, если изобразить его мимикой, то он выглядит так, вот так. Ну, вы представляете, да, накал страстей вообще? То есть, это, это просто пипец. Вот. Поэтому, поэтому, что мы можем сделать? Давайте начнем с карты. Смотрим, что нам скажет карта. потому что здесь голыми руками не возьмешь. Здесь надо начать с карты. Друзья, здесь, как говорится, все серьезно. О, как, смотрите, веселая жизнь, говорит, в одну сторону, а суровая реальность в другой. И о чем говорит эта карта? Она говорит, ну, выбор за вами, можно пойти по голубой стрелочке, можно по красной. Так, Мария, это мой метод, мой авторский метод. Меня Мария спрашивает, что здесь происходит, что за метод? Здесь происходит психотерапия онлайн, бесплатно, поэтому присоединяйтесь. те фразы, которые я говорю другим людям, испытывайте на себе, смотрите, как они действуют. Все здесь только как исцеление, психотерапия и так далее. Так, ну что, что я ее спрашиваю? Веселая жизнь или суровая реальность? Есть еще третий путь, я подскажу. Его просто на этой карточке забыли написать. Веселая реальность. Еще есть веселая реальность. Вот третий, то есть одно слово берем с одной, с другого направления. Веселая реальность. Веселая реальность создается нами самими. Мы ее можем сами себе организовать. Чуть-чуть помягчила фигура, стала на меня смотреть. То есть до этого она смотрела в бок, сейчас она повернулась, смотрит на меня. немножечко смотрит с удивлением. Чуть-чуть. Сначала проскользнуло такое маленькое осуждение, потом нет. Потом оно раз, растаяло, и она просто, просто пока находится в неком замешательстве. Вот, в неком замешательстве. я забыла, я забыла, сейчас я вспомню имя человека, которого мы смотрим. Ирина. Ирина. Ирина, то же самое сейчас скажу. Мы все, вот нас сейчас уже больше, 83 человека. мы все смотрим на тебя и посылаем тебе лучи радости. Лучи радости. Чтобы твоя веселая реальность быстрее зажглась в твоей жизни, в твоей голове, в твоих мыслях, в твоих помыслах, и ты смогла осуществить свои самые заветные желания, пока ты еще находишься в самом соку. Мы все тебе посылаем лучи радости. Вот каждый, насколько может радоваться, насколько он умеет, он кусочек этой радости отправляет потоком тебе. Ты можешь это принять, если захочешь. И я тоже делюсь своим умением радоваться. И мы одобряем тебя на веселый жизненный путь. Что такое веселье в твоем случае? Сейчас я попробую тебе уловить и сказать. Быть независимой. Ни от кого, ни от чьих решений, ни от решений других людей. И вот независимость. Основное это слово независимость. Тебе надо это слово сделать своим лозунгом. Возможно, даже в своей комнате купить какой-то плакат или что-то, где будет слово независимость и повесить его. Как знаете, США каждый год празднует День Независимости. У Иры будет свой, не день даже, я не знаю. Вся жизнь ее будет под лозунгом независимость. Но будет день. Пусть будет сегодняшний день, который она назначит себе, это день начала моей независимости. Сегодня у нас 22 октября. Вот мы поздравляем. Мы поздравляем Иру. Я серьезно, мы ее поздравляем. У нее сегодня праздник. Все. Вот такой старт пока. Такой старт. Ну, она может начать, может притормозить. Это ее решение. Я лишь указала, ну, вот возможность решить ее вопрос. И, хорошо, хорошо. Все. Следующего человека смотрим. Так, Алина. Помогите разобраться, как бороться и жить с синдромом отличницы. Смотрим Алину. Потому что, ну, мало ли, мы будем смотреть этот вопрос не просто в контексте, что такое синдром отличницы, а почему у Алины этот синдром, да, что ей с ним делать, я так понимаю, она от него устала. Поэтому мы смотрим Алину. Характер такой. Ну, вот у нее такой характер. Она так привыкла. Это ее зона комфорта, но в кавычках. На самом деле, ей там скучно в этой зоне. Ну, такая вот скучная зона комфорта. И мне, я вижу такую картину, как будто бы даже я бегаю, вокруг нее вот так, как вокруг елки там. Ай-ля-ля, вот так вот делаю. Вот вообще, ну, вот делаю, что хочу. А она на меня не обращает внимания. Она в своей привычной, скучной зоне комфорта. И все. Я могу хоть на ушах стоять, рядом, и ее для меня не существует. Ну, и не только меня, а любого другого человека, кто будет находиться в безудержанном веселье. Слушайте, у нас сегодня тема веселья, да, в жизни, допущение радости, веселая жизнь. Мне очень нравится эта тема. Вот, такие дела. Поэтому что же делать? Что же делать, Алине? Потому что она даже, нет, она прям лицо отворачивает. То есть я ее пытаюсь привлечь ее внимание, вот этой беготней, она вот так, все, у вас здесь нет вокруг. У нее там свои какие-то дела, мелкие, у нее идут мелкие дела, некрупные. Как принять и полюбить себя? Интуитивно мне идет эта техника из моего онлайн-магазина, ссылка есть в описании. Как принять и полюбить себя? То есть это тема, вот принятие себя. То есть если нет возможности взять эту технику, значит просто обратите внимание на все, что связано вот с этим. Поработать над этим. Принять и полюбить себя. Понять откуда эти, это непринятие. Скорее всего оно передалось вам по наследству от кого-то. Как будто вы в кого-то или чьи-то лозунги внутри себя несете. Папы, мамы, может быть там и дедушки, и бабушки. Может быть вся семья так жила. Ничего больше не идет. Вот метафорических карт не хочется вытаскивать. Техника только одна пришла. Вот. Здесь непростой случай, я сразу говорю. Тут прям надо человека долго психотерапевтировать, чтобы что-то сдвинулось с места. Потому что она настолько в привычной какой-то своей зоне, что ну она даже не слышит сейчас. Она говорит, образ продолжает образ продолжает отворачиваться. Вот он вот так, вот так, вот так, вот так. Ну что как бы слышу звон, но я не знаю, где он. Это вообще не про меня. Это не я. Вот. Ну пока так. А мы же не можем как бы насильно. Поэтому мы вот я говорю все, что смогла. Идем дальше. Пока я больше ничего здесь не могу сделать. И последний вопрос, я так понимаю. Да, последний вопрос из телеграммы Елена. Можно меня посмотреть. Не получается встретить своего человека. Была замужем дважды. Дочери 23 года. Может проблема во мне. Так, значит. Была замужем дважды. Ну смотрите. Дважды уже были замужем. Это уже неплохо. Просто я так, что получается, они были, вот кстати, ответьте на вопрос, а вот эти два мужа, они были своим человеком в тот период, когда вы их встречали? Или тот и тот брак для вас полное разочарование, и вы их не считаете, что это вы нашли на тот период своего человека. Ведь в каждый период жизни может быть свой человек. Тот, который, например, сейчас для вас был бы хороший, актуален, в 20 лет он вообще мог быть вам неинтересен. Поэтому может оказаться, что у вас уже два своих человека было, вы просто теперь ищите третьего для нового периода жизни, для нового периода жизни. Вот, это, во-первых, это вот первое, что идет. Сейчас я образ посмотрю. Идет такая информация, что на все не хватает времени. Человек чем-то занят, он очень занят чем-то, и у него не хватает времени на поиск отношений. Потому что даже если на тех же сайтах знакомств периодически заходить, общаться с кем-то, на это тоже нужно время. С кем-то погулять, куда-то сходить в гости, где-то, ну вот, глазками поморгать, на это тоже нужно время. Потому что на самом деле, если на это направить энергию, вот действительно можно даже, ну, нет гарантии, но можно даже познакомиться условно и где-то. Не обязательно на сайте. Где-то. Я даже помню, я пришла в Большой театр, когда первый раз после реконструкции, я ходила там, все снимала, я потом в Телеграме выкладывала репортаж оттуда. И мужчина увидел, что я снимаю, я была одна, и он мне говорит, давайте я вас сфотографирую. Вот, ну, он видит, что я там сама себя, значит. Давайте я вас сфотографирую. И он так очень вежливо, все, то есть понимаете, и я понимаю, что если бы я хотела, никаких проблем. Да, сфотографируйте. Слово за слово, и, понимаете, уже могли даже отношения сложиться. Но просто мне это было не нужно, да и мне не особо надо было, что меня фотографировали, поэтому сказала спасибо, все нормально, мне не нужно. Вот. Ну, я вот просто почему-то сейчас вспомнила этот случай, что в самых неожиданных местах, в каких-то, где ты вообще думаешь о чем-то другом, увлечен, а на тебя уже кто-то обратил внимание. Ну, к примеру, да, хотя я не знаю, может быть, он правда просто вежливый человек, ну, мы же все понимаем, что когда мужчина хочет в чем-то помочь женщине, сам причем проявлять инициативу, но как минимум ему симпатично. Поэтому здесь вопрос какой-то про время, который вы этому вопросу уделяете, и энергия, соответственно, которая туда потечет ваша. Куда течет ваша энергия, то в вашей жизни и происходит. Все, здесь пока все. Ну что, давайте мы перейдем к донатам. Просто у нас месяц, да, по-моему, не было эфира на YouTube, поэтому много всего накопилось, вот у нас уже почти 100 человек. Пожалуйста, поставьте лайки, кому не лень. У нас лайков чуть меньше, чем человек сейчас в эфире. Как говорится, всем добра. Так, все, сейчас, сейчас, открываем. Открываем. Ну что, поехали. Значит, первый донат. Ольга Че. Посмотрите меня, заранее спасибо. Хорошо, смотрим. Ольга Че. Прям такая тишина наступила. Тишина, тишина в ушах. Очень тихо. И как будто бы человек есть, но почему-то такая тишина от этого человека. Вот он стоит очень тихо. И поэтому фон от него – это тишина. Вот если кратко ответить на вопрос, чем фонит человек. Тишиной. Тишина – это что? Это и спокойствие, и такое… Какое-то ничего не делание в данный момент. Ничего не происходит. Просто спокойно, просто тихо. Поэтому вопрос, но на самом деле, аж чему хочет человек. Может быть, это и есть нормальное, гармоничное отношение к себе. Ну и вообще, может, все хорошо. Непонятен запрос просто. То есть вот если я смотрю, карты вытаскивать не хочется, техники вытаскивать не хочется. Давайте я попробую пожелание, например. Может, какое-то пожелание придет. Ну, пожелание такое. Будь посмелей. Будь посмелей. Потому что в руки все придет, если будет быть посмелей. Вот посмелей, не знаю, вот и придет в руки что-то. Ну, вот мне вот такое идет. Вещи даже какие-то придут в руки. Ну, что-то материальное. Будь посмелей. Не отказывай себе ни в чем. Поактивней где-то что-то так. Ну, да, она такая, окей. Ну, в общем, вот все. Пока все. Не знаю больше, что сказать. Так. Севда. Севда. Так, здесь вопроса нет. Просто здравствуйте, Наталья. Хорошо, смотрим Севду. Хорошо. Значит, если отвечать на вопрос, чем фонит человек? Человек фонит... Она чем-то занята. У нее какие-то свои дела. Она стоит боком. Я больше вижу спину. Спина такая немножко тяжеловатая. Она чем-то загружена. И такая, ну, между светлым и темным, в общем, такой, не знаю, как назвать, такой дымчатый цвет. Ну, черный, там проскальзывает черный цвет. И фон такой, что человек, ну, загружен все-таки чем-то. Как эмоционально чем-то загружен. Причем вот как-то со спины и с плечей сзади. А так, в общем, неплохой фон от человека. Он такой какой-то, ну, хороший. Ну, как будто человек хороший. Но вот эта загруженность, она вот прям как-то мешает, что ли, какой-то легкости. Легкости в общении, легкости... Ну, то есть, вот, допустим, если я представляю, что мы с этим человеком заговорили, то мне кажется, она ничего хорошего не скажет. Ну, не имеется в виду мне, а в общем, она не будет рассказывать что-то хорошее. Она, скорее, даже замкнутый человек. Он как-то вот в себе и как-то больше на каком-то негативе, что ли, я не пойму. Или на каком-то вытеснении. Вот как бывает, человек что-то вытесняет и вот живет на автомате. Поэтому фраза сюда идет, если говорить о какой-то хорошей фразе, исцеляющей, помогающей, то она звучит так. Долго ты будешь нести не свою ношу. Долго ты будешь нести не свою ношу. Как ты еще не утомилась, не надорвалась? Зачем тебе этот груз на плечах сзади? Кстати, только начала говорить, она сразу стала спину выпрямлять и светлеть стала спиной. Зачем тебе так много там всего нагромать, ждено? Какой кайф все это нести на себе? Будешь ли ты когда-нибудь жить для себя? Создана ли ты для себя вообще? Или ты создана, чтобы нести что-то в этом мире? Ну вот на плечах, на горбе, вот условно сказать. Можешь ли ты это отпустить? Там динамика идет, но такая она раскачиваться начала, то есть там пока какая-то такая вот качелинка раскачивается. Техники не идут никакие, карты не идут. Вот те вопросы, которые я задала, они ключевые. Если на них ответить четко для себя, все решить, принять, ну либо все оставляем как есть, либо что-то меняем, неважно, какое будет принято решение, тогда человек будет удовлетворен жизнью. Если этого решения принято не будет, а будет какое-то рассогласование между действием, реальностью и желаемым, удовлетворения от жизни не будет. Пока так. Анастасия Ефимовна. Смотрим. Смотрим. Да, вот сейчас, Настя, попробуйте подышать. Сделайте упор на вдох. Вот подышите вместе со мной. Если будет кружиться голова, чуть поменьше дышите. Но продолжайте дышать, не бойтесь головокружения, просто сядьте, чтобы вы сидели, чтобы вы никуда не завалились. подышите. И представьте, что я свою руку держу у вас вот здесь на груди, а вы дышите. Глубже, глубже дыши. Вдох. На вдохе упор надо делать. С выдохом все в порядке. На вдохе. Пробуй. Смотри, что не так, что не дает тебе сделать глубокий вдох. ЖКТ. В ЖКТ зажимы. Спазмы в ребрах есть. Нормально грудная клетка не работает. Мама, папа, вся тема такая. Семья отзывается. Дальше идут половые органы. Вот сюда на пах кладу руку. На пах. Здесь как застой. Почему-то прям хочется спросить. Любишь себя? Любишь себя? Я пока не понимаю, почему идет такой вопрос. Просто говорю. Любишь себя? Смотрите, какой идет ответ. Люби себя больше. Люби себя больше. Люби себя больше. На паху держу. Потом идет. Ты должна знать о себе правду. Ты должна знать о себе правду. Сразу говорю, я пока еще не знаю, о чем речь. Ты должна знать о себе правду. Не бойся дышать. Люби себя больше. Дышать. В тазу. Вот во всем тазу. Там зажим сзади еще идет в районе под копчиком. Весь таз, в общем, еще пока. Там надо что-то продышать. Прям продышать. Просто телесно-ориентированная терапия вам нужна. Сходите куда-нибудь на мастер-класс, на тренинг какой-нибудь, где работает нормальная телесно-ориентированная терапия. Прямо в группе. Чтобы вы попробовали какие-то блоки в теле проработать. Нет еще гармонии от образа. Нет гармонии. Немножко какая-то рисковатость идет. Это говорит о том, что как будто, может быть, вы можете притягивать что-то такое неприятное в свою жизнь. Ну, не знаю, вот как-то... Может быть, кто-то так на вас влияет. Но техники и карты не идут. Вот мне идет так. Начните с телесно-ориентированной терапии. Смотрим следующий донат. Мария Олеговна. Все, друзья, осталось три доната, и я перейду к чату. Нет, вот еще один пришел. Так, ладно. Сейчас, значит, Татьяна Владимировна С. Смотрим. Таня. Ну, идет мне что-то Таня. Какое имя? Вот здесь где-то. Может, в районе солнечного сплетения. Может, где-то там что-то такое. Ну, как энергетический сбой, или как его назвать. Зажим, как хотите, называйте. Сейчас там рукой пока просто подержу, повожу. Надо. Ну, вот как будто я вот так впереди вожу. Впереди. Немножко не касаюсь вас, а просто рядом с телом. Я его просто немножко раскачиваю, этот блок. Его вот прям хочется вытащить, на самом деле. Ну, вот я его потихоньку в шарик такой скатываю. Шарик такой вот он плотненький. Я его сейчас прям вот-вот трогаю рукой. Смотрю, что это такое. Что-то сдерживаете. Вы что-то сдерживаете. Вы привыкли что-то сдерживать. Что? Пока не знаю. Может быть, много чего. Может, как черта характера такая. Ну, точнее, жизненная стратегия. Что чувствуете, когда я держу вот этот сгусток энергетический в районе верха живота вместе с солнечным сплетением? Что чувствуете? Ответьте там себе на этот вопрос. Можете не писать, если не хотите, в чат не отвлекайтесь. Просто что чувствуете? Если захотите, потом в чат можно написать. И все, кого я уже посмотрела, если есть что написать и обратную связь, напишите, пожалуйста. Если вы еще не вышли с прямого эфира. Чтобы люди понимали, где это работает, с кем не работает. В общем, эта вещь, она быстро не трансформируется. То есть я только лишь ее поводила рукой. То есть она не двигается пока внутри. С места долго, много лет что-то сдерживаете. И фраза такая идет, исцеляющая. Надо быть смелее и отстаивать свою позицию поувереннее. Надо быть смелее и отстаивать свою позицию поувереннее. Но чтобы ее поувереннее отстаивать, надо точно знать, что ты опираешься на правильные ценности внутри себя. Тогда будет сила в правде. То есть ты должна знать, что это ты правду сейчас толкаешь. Тогда будет сила в этом. Пока все. Пока больше дальше образ еще не движется, идем дальше. Татьяна Анатольевна. Сейчас, секунду. Татьяна Анатольевна Г. Татьяна Анатольевна. Ну, как будто бы такой вопрос хочется задать. А в чем вопрос? То есть я не слышу вопрос от человека. Пусть сейчас Татьяна Анатольевна подумает, что она хочет знать. Потому что в одной сфере жизни она может одним фонить, в другой – другим. Пусть она сейчас подумает про свой запрос. Если пока она думает, я для нее вытащу сначала карту метафорическую, послание ангелов. Сейчас, секунду. Прямо вот хочется сказать, ну, думай активнее. Я даже карту пока вытащить не могу. Потому что я же вытаскиваю, находясь с ней в рапорте. Она как будто бы чего-то там, я не понимаю. То ли она запуталась в своих желаниях, или что она хочет решить. Я жду. Вот сейчас мне придет оттуда импульс, я вытащу карту. Что такое? Ничего не идет. Как такое может быть? Ну, человек же донат прислал. Ну, что-то человек хочет. Я, вот это очень интересно идет динамика. Я и колоду отпустить не могу. Я не могу ее положить на стол. Я чувствую, что она мне нужна. Но я ничего оттуда вытащить не могу. Что, мне все колоды нужны, что ли? Как такое может быть? Как такое может быть? Давайте я вам буду говорить, что идет. А вы там, вы же лучше про себя все знаете. А вы расшифруете. Про что это? Мне хочется вот эту колоду положить вам на голову. Знаете, как вот в церкви кладут, там вот, не знаю, что там, в Библию или что там прикладывают. Вот так. И что-то говорят, да, там. Вот так мне почему-то хочется эту колоду вот так приложить в голове. И вот что-то ей, правда, говорить. О чем это может быть? О том, что человек то ли находится под влиянием каких-то догм. То ли человек живет по указке других, но сам не знает, что хочет. То ли это человек глубоко верующий, поэтому там вообще непонятно, что он сам хочет. Я не могу пока понять. Татьяна, если вы что-то понимаете, то напишите, пожалуйста. Это что такое? Чувствую уплотнение, пишет... Секунду. Татьяна, тоже фамилия на АС. Это та Татьяна, которую мы сейчас смотрим? Татьяна Смолкина, это вы или нет? Чувствую уплотнение. Как раскалываются чувства? Это мы вас сейчас смотрим или это другая, Татьяна? Поэтому вот такая динамика. Карта не вытаскивается. Спасибо. А что спасибо, Татьяна? Я так и не поняла. Здесь, в общем, давайте так. Здесь Татьяне надо встретиться со своей душой. Ей надо поговорить со своей душой. Потому что ее душа, она где-то закрыта в какой-то комнатке и сидит там одна, и все, непонятно, доступа к ней нет. Друзья, пишите обратную связь, если что-то вам понятно или непонятно, чтобы не понимать. Так, сейчас. А, это... Сейчас, сейчас, сейчас. Я не пойму. А, это еще, что ли? Ольга Че? Ольга же Че уже была, да? Она еще прислала? Ну, наверное, да. Наверное, это та же Ольга. Прислала с новым запросом. Нашли нейроэндокринную опухоль в районе поджелудочной. Что могло быть причиной? Посмотрите, пожалуйста. Так, сейчас. Ольга Че в контексте этого вопроса. Как напряжение ощущается? Эта тема, она ощущается как некое накопленное напряжение. Что-то мне идет, связанное с мамой. Ну, я вот сразу говорю, я не знаю, насколько я попадаю. Это связанное с отношениями с мамой. Что-то такое, я не пойму. Ну, с какими-то выяснениями отношениями. Ну, в общем, друзья, пока мне так идет. Сейчас я посмотрю. Что вы там не можете сказать, что вы там не смогли сказать или не можете сказать. Почему? Потому что у меня глаза падают на... У меня есть техника про губы. Про губы. Ну, там, то есть когда у человека трескаются губы или еще что-то, или кожа слезает и никак не проходит. Это тоже психосоматический симптом, не просто так. Вот у меня здесь написано одно слово – губы. И вот на него падает. То есть вот как будто бы что вы не можете сказать, что не можете или принять, или наоборот не принять. Высказать, высказать мнение свое. Ну, как-то вот так пока идет. Ну, вот больше мне нечего сказать, потому что вот так идет информация, что надо вот с этим разбираться. Ну, или туда смотреть. Так, теперь Галина Дмитриевна В. Посмотрите меня, пожалуйста. Галина Викторовна. Сейчас я просто даю время образу появиться, чтобы он получше. Получше появился, получше я его увидела. Мне потому что идет образ какой-то, знаете, вот как лист фанеры, только чуть затемненный, большой такой. Ну, вот как лист какой-то, вот такой деревянный или арголит или что. Вот, то есть у меня пока даже образ человека не вырисовывается, и он, ну, темный, ближе к темному. Да, я увидела, Татьяна написала, что меня перед этим смотрели. Все, я поняла, Татьяна. Спасибо за обратную сторону. Так, ну и что это за лист такой? Что, что, про что это, да? Да, ну, фон от него такой. Сейчас объясню, как. Ну, от него есть фон, и он такой вот, назовем это, как будто такое немного наэлектризованное поле. Его, оно не особо ощущается, но я его просто энергетически вижу, вот как, действительно, вот фон, по-другому не назовешь фонет, действительно, это, ну, я ее назову фанерой, потому что она похожа, да? То есть это большой лист, вы поняли, тонкий. Мне это само уже интересно, почему так. И он, как бы, развернут ко мне спиной. То есть еще эта фигура развернута ко мне спиной. Вот, и тогда здесь надо смотреть, что это за внутренний конфликт. В связи с чем вы хотели, чтобы я вас посмотрела, какая больше всего тема вас беспокоит. Вот, и почему, и что это за внутренний конфликт, потому что другая ваша часть, она отворачивается, да? То есть какая-то часть у вас хочет, ну, чтобы у вас посмотрели, увидели, может быть, даже что-то решили. А вот то, что я вижу, здесь не контакт со мной, она не в контакте со мной. Она как бы вот закрыта, защищается. Ну, она нет, она не защищается, она просто закрыта, и все. Да, она только 500 рублей, да. Ну, вот мне идет техника, как принять и полюбить себя. Как принять и полюбить себя. Здесь какая-то такая тема. Здесь нету принятия себя, нету, ну, вот, с собой нет контакта, ну, достаточного такого гармоничного контакта нет, поэтому и получается, что я вижу то, что вижу. Я умом, я пытаюсь умом войти с вами в контакт. Ага, вот Галена пишет. Я пытаюсь умом войти с вами в контакт. Ага. А попробуйте, попробуйте не умом, а душой войти в контакт. Попробуйте. Вот как будто вы душой входите в контакт. Вот, вот, вот сейчас что-то пошло, какая-то живая энергия, я ее вижу. Видите, как интересно? Вот, вот сейчас что-то живое прям, живой человек. Ну, не знаю, мне хочется улыбаться, мне хочется улыбаться, что-то такое очень приятное сейчас вот так вот прям зафонило. Как будто даже обняться хочется так. Вот, два приятных человека встретились, такие милашки такие. Вот, то есть мы как-то вот такое идет. Ну, в общем, от души что-то очень милое. Как только от головы, это вообще, это я даже не понимаю, что, как только голова, там, ну, я не знаю, как это назвать. У меня вот даже слово, застой я это назову, застой какой-то энергетический. Поэтому вам надо душой, душой решение принимать, душой жить, душой людей выбирать. Вот мне идет душой принимать решение. Вот мне вот так больше всего эта фраза идет. Ну, пока все, потому что больше нет информации, вытягивать ничего не хочется. Вот на это обратить внимание. Все, и у нас осталась Анна Андреевна Б, и мы переходим к чату. Так, Анна Андреевна Б, осмотрим. Так. Да, вижу, Татьяна Анатольевна дала обратную связь. Вот здесь то же самое. Я тяну, потому что я даю возможность фигуре проявиться. Она проявляется очень медленно, очень туго. И я ее просто не тороплю. Вот она как будто, вы знаете, вот условно как из-за угла вылезает. Вот она так вылезает, вылезает. Вот так вот, как в суперзамедленной съемке. И смотрю пока, что это за динамика такая. Вот как будто тугая-тугая такая. Прям хочется сказать, да что сегодня такое-то? Почему такое движение странное? Чем это связано-то? Она как, знаете, в фильме «Терминатор». Помните, там он такой из капли вырастал, так и вырос. И вот она такая же. Она как из какой-то карамели пластичной сделана такой, полумягкой. И вот она вылезает. Что-то вот у меня просто шкаф стоит и стена. И вот она как будто из-за этой, ну, вот маленького отверстия никак не вылезет. Интересно даже. Значит, Аня мне идет «Спокойствие ведущей к реализации планов». Пока там какой-то странный процесс происходит, я немножко вот так поотвечаю. «Спокойствие ведущей к реализации планов техника в онлайн-магазине» в описании под этим эфиром. Я поставила ссылку, там на свой сайт я поставила. Ну, там найдете магазин. Фон сдержанный от фигуры. Сдержанный. Она как будто бы прям хочет проявиться. Проявляет какую-то вот сейчас бодрость. Но это пока плохо получается. Это получается чуть-чуть через какое-то усилие у нее. Как-то немножко сейчас неестественно, нелегко это идет. И поэтому какой-то сдержанный фон. Ничего пока сказать не хочется. Никакой вопрос задать не хочется. Ничего. Вот какая-то наступает между нами сейчас... Ну, тишина, назовем это так. А мне надо. Я жду, чтобы она проявила инициативу. Возможно, у вас есть какая-то тема, связанная... Не могу проявить инициативу. Потому что я не буду ее проявлять. Мне надо, чтобы она проявила, чтобы я что-то от нее почувствовала. И тогда мне пойдет ответы какие-то на вопросы. Мне почему-то ей хочется сказать. Посмотри на свечи. Посмотри на свечи. Посмотри вот на их пламя. Посмотри, какие они светлые. Какое вот это пламя. И сами свечи светлые. Да, вот как они красиво в камере на самом деле смотрятся. Какие-то они такие, ну, очень жизнеутверждающие. Как будто тепло какое-то в этом есть. Свет. Радость. Видите, я не просто так это говорю. Идет вот такая тема здесь какая-то поднимается. И вот именно на тепло. Посмотри, какое тепло. Как будто бы я этим, ну, как что-то ей хочу показать, подсветить внутри нее самой. Указать какой-то, ну, путь внутри нее самой. Вот прям вот, ну, посмотри. Вот так прям хочется говорить. Потому что мне самой нравится. Там моя композиция сзади. И вот я про нее вспомнила только сейчас, когда Анну смотрю. Видите, как интересно. Я пока на этом остановлюсь. Пусть Анна еще посмотрит на свечи. И они немножко вводят в такое состояние чуть-чуть медитативное. Она может быть что-то, а может быть наоборот не в медитативное, а активно какие-то инсайты у нее пойдут. Пусть она дальше побудет сама с собой, с этой темой, с моими вопросами. И еще вот Елена, сейчас, Елена Сергеевна Кэн только что писала. Елена Сергеевна Кэн. Так, она пишет, что она отправила вопрос в чате. Сейчас посмотрю, если я увижу. Несколько вопросов. Написано, что их YouTube отправил на проверку. Вот. Я не знаю, что это там такое. Так, вот ко мне прилетела какая-то мошка. Она мне не нажавится. Т. Сейчас. Сегодня очень много в чате написали, поэтому и не сразу найдешь. И не сразу найдешь. Даже пока не вижу, Елена, сейчас. А, вот. Так, Елена 39 попала в ДТП, поехала на красный свет светофора, но я видела другой свет, желтый, переходящий в зеленый. Почему так произошло? Спасибо. Ну, давайте посмотрим. Угу. Угу. Я вижу такой образ, связанный с вашим вопросом. Мне идет слово «усталость». Как будто бы в этот момент была какая-то моральная усталость. Или как не выспались, или как притупленное восприятие, или такая просто задумчивость. Ну, как бы энергии было не очень много в этот момент. Немножко вы такая были притушенная энергетически. И из-за этого такой вот сбой произошел в восприятии того же цвета, как и восприятие реальности мне даже идет. Но глаза падают на технику, как принять и полюбить себя. Сегодня заметили? Сегодня эта техника постоянно. В основном только она сегодня и выпадала. Как принять и полюбить себя. То есть вот эта тема служила тому, что внутри вы были чуть-чуть притушены по энергии. Я говорю, вот как будто человек то ли задумался, то ли слегка сонливый. Ну, либо это вот просто такая приглушенность эмоциональная. И она как-то связана с тем и принять и полюбить себя. Ну, мне идет, что все хорошо у вас все равно будет. Общая такая, все будет хорошо. Вот так хочется прямо сказать. Да. В итоге все вырулит хорошо. Даже вот слово такое пришло. Вырулит, видите, связанное с вашим вопросом. Так. Хорошо. Ну, все. Друзья, мы, конечно, уже очень давно в эфире, поэтому я буквально пробегусь сейчас. Сегодня очень много людей успело посмотреть. Так, сейчас иду с самого начала. Прежде всего я хочу понять, была ли еще, кроме последних сообщений, от кого-то обратная связь? Да, вот Лариса пишет. Наталья, благодарю вас. Четко рассказали про меня, увидели в образе многие моменты. Ага, спасибо, Лариса. Надя пишет. Это замечательный метод, очень эффективный, попробовала на себе. Это она выше отвечает. Там женщине, которая первый раз попала на эфир. Да, и это Мария спрашивает, на чем ваш авторский метод основан, на каких психотерапевтических подходах? На разных. Это микс всего. Это и гештальтерапия, это и системные расстановки, это и гипнотерапия, это и интуиция моя, наработанная уже годами, это и медитации всякие. Ты нарабатываешь эти способности видеть через жизненный опыт и опыт работы с клиентами. Поэтому этот метод не запатентован, этот метод научно, наукой не принят, они о нем даже не знают, поэтому я его называю авторским. И его невозможно запатентовать, потому что это, ну, либо ты обладаешь такими способностями, люди тебе дают обратную связь, что да, все работает, либо ты этим просто не обладаешь. Вот и все. Чем-то другим обладаешь. Соната пишет Наталью, серьги у вас обалденные. Спасибо. Да, я специально, я первый раз и ходила, думаю, ну, буду хоть красивой на эфире. Так. Ну, просто здесь в основном вопросы, да, я все еще смотрю, но вдруг кто-то еще обратную связь оставил. Татьяна Холод пишет, хотелось бы узнать, а будет ли на моей улице праздник? Мне идет так, чтобы праздник был, там надо с чем-то поработать. Ну, вот если честно, так идет. Да, вот пишет, привет из Харькова. Да, привет. Привет Харькову. Так, смотрите. Мария пишет, что я ее пропустила, что я ее назвала и перешла к другому человеку. Нет, я такого не помню. Я сейчас посмотрю, как я могла пропустить. У меня сегодня... Была же Мария, мы же раз с ней. Смотри, с телеграм-канала. Насколько я помню, я сейчас еще в донатах посмотрю. Потому что вдруг еще в донатах была какая-то Мария. Но у меня нет ощущения, что я кого-то пропустила. Честно вам скажу. Я донат отправила. Я сейчас посмотрю. Мария Олеговна К. И что, я вас не смотрела? Ну давайте... Я просто так не помню, не могу сказать. Давайте посмотрим. Хорошо. Мария. Динамика идет немножко агрессивная именно в вашу сторону. Агрессия в вашу сторону почему-то идет. Сейчас я объясню. Вот идет сразу такая картинка. Вот у меня стоит здесь бутылка с водой. И почему-то вот так вот, вот так вот. Я даже не знаю. Ну, фактически бью по вам. То есть такая вот пошла картинка мне. О чем это может говорить? О том, что, подумайте, может быть, каким-то... Либо кто-то на вас агрессию... Либо кто-то к вам агрессивен, либо вы кому-то не можете дать отпор, либо когда-то... Ну, либо что-то когда-то сложился такой сценарий, что можете притягивать агрессию в ваш адрес. Вот почему хочется вот... Не сильно, но слегка сзади ударить вот так, по голове причем. Не сильно. Ну, представьте, что вот такой маленькой бутылочкой водой. Но неприятно же, да? И почему-то и такая вот... Вот сейчас вот... Сейчас успокаивается динамика, когда я это проговорила. И мне уже не хочется эту бутылку брать и показывать такую сцену. Я как бы спокойнее стала в поле. Идет такая фраза. Вам надо быть бдительной. То есть для чего-то надо быть бдительной. Вот почему надо бдить прям надо, да? То есть нельзя... Видите, нельзя как бы расслабляться, отворачиваться. Могут слегонца ударить сзади по голове. Это что? То ли это токсичный какой-то человек есть в вашем окружении, близкий. То ли... То ли это на работе что-то. То есть вот тут надо понять. То есть нельзя отвлекаться, что-то пускать на самотек, а надо бдить. Ну, как? Да, вот следить даже за кем-то. Очень интересно. Очень интересно. Опять мне идет техника. Ребят, ну вот клянусь, не придумываю. Опять. Как принять и полюбить себя? Но я уже давно поняла, на каждый эфир притягиваются вот люди или ту тему, с которой они идут. Она же тоже каждый раз может немножко меняться. Вот сегодня вот эта тема. Как принять и полюбить себя? И каждый раз какая-то новая динамика. Какие-то все время... То бывает эфиры, где выпадает бесконечная вот эта техника по работе с психосоматикой, негативными чувствами. Или там меняем жизнь к лучшему. А сегодня как принять и полюбить себя? И вот идет прям тема быть осторожной. Быть осторожной. Но смотрите, чтобы вот эта опасность не веяла все время над вами, чтобы она вас каждый раз миновала, нужно проработать тему принятия любви к себе. И там много всего. Я не вижу, что это можно вот сейчас какой-то одной фразой или еще что-то. Сегодня как будто бы я прежде всего озвучила проблему. Вот есть проблема. Прям вот ее бы решить. Но чтобы ее решить, ну минимум, вот если у меня минимум 6 часов работы. Ну по часу, естественно, за раз. Если у меня. Если у кого-то другого, там не знаю. То есть там покопаться надо в этой теме. Ну и давайте я все-таки еще ресурс посмотрю. Вот. Вам надо побольше подумать о своих ресурсах. Вот прям самой. Потому что я не могу их нащупать. Они наверняка есть. Я даже в этом уверена на 100%. Но чтобы их четко поймать, вам надо самой о них знать. берите лист бумаги и выписывайте себе все хорошее, что вы про себя знаете. Все мои сильные стороны. В характере, в достижении в жизни. Может быть, во внешности. Может быть, ну в поступках каких-то. Надо все-все. Вот еще положили этот лист, завтра еще что-нибудь вспомнили, дописали. Надо их начать множить. Просто даже в своей памяти, в своей голове. Чувствуйте это опять про любовь к себе. На самом деле, это фактически, я даю такое вот упражнение, как начать потихонечку себя любить. Вот хорошее все про себя вспоминать. Какая я молодец. Там или там. Это сделала, то выдержала, с этим справилась, этого достигла. Там даже, а этого плохого чего-то избежала. И это тоже все записываем в плюс. И тогда вы увидите и поймете, что не такая вы слабая, что не такая вы беззащитная, что внутри вас целый океан там, или в общем там, как это назвать? Сейчас. В общем, потенциал. Там потенциал, который просто надо, как вулкан разбудить, и он, чтобы стал действующим. В хорошем только смысле этого слова. Чтобы эта энергия пошла на созидание для вас, для вашей жизни. Вот разбудить какой-то потенциал. Вот так мне идет. Хорошо. Пока мы на этом останавливаемся, дорогие друзья, мы уже в эфире 90 минут. Это значит полтора часа. И я уже сейчас буду уставать. Нет смысла дальше быть такой немножко усталый, смотреть образы. Все это очень хорошо и четко идет по... Ага, вижу, Мария, спасибо за обратную связь. Вот, вижу это по... Господи, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что надо быть свеженькой, и тогда хорошо идет информация. Все, эфир я сохраню в записи, он будет в трансляциях. Желаю вам... Давайте вытянем карту. Посмотрим, что же желает карта. У нас еще очень много. Какой сегодня активный эфир. У нас 83 человека. Это еще через полтора часа. Это прилично. Это прилично, мои хорошие. Это очень прилично. Вот. И вот такой нам совет дня. Я видел небо в глазах твоих блядских. Это говорит о том, что не отказывайте себе в удовольствии жить полной жизнью. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok